Девушки отдыхают Сегодня на улице Селькоровской загорелся автомобиль В 23 часа 30 минут всем жителям первого подъезда дома номер 14 по улице Верещагина пришлось срочно эвакуироваться из своих квартир Оставаться дома было опасно из-за сильного задымления, причиной которого стал пожар в подвале Эвакуацию пожарные провели быстро и достаточно спокойно, паники не было Несмотря на позднее время, люди не спали, запах дыма ощущался в каждой квартире Да, постучали у нас, я вот оделась, пришла Дома пахнет дымом, расскажите, как дома-то вообще? Дома-то, такого большого-то еще нету, еще нету Дым в квартире стоит дым Дым, да Огонь вспыхнул в подвале Здесь находятся так называемые лари, в которых жильцы дома хранят различные вещи Именно они и воспламенились поздним вечером Пожарные заливали огонь в подвале около часа Все это время люди находились на улице Существует как минимум две версии о причине возгорания Электропроводка была, висела, знаете, вот так вот Дом управления сообщали о том, что необходимо сделать ремонт в подвале Никто внимания не обращает, видимо замкнуло что-то Мужчины думают иначе Они подозревают поджог, рассказывая, что днем хозяйственные лари были взломаны Поломали замки все Вот, мы ходили, проверяли сегодня днем Все было нормально вроде Я в 7 часов заходил тоже, никаких, ничего, никого не было А потом уже вот Разбудили звонком, что вот уже что-то горит У одного из жителей похитили несколько метров алюминиевой трубки Он считает, что злоумышленники захотели скрыть масштабы воровства А потому решились на поджог Так ли это определит дознание? В первом часу ночи техническая неисправность грузового автомобиля Спровоцировала дорожно-транспортное происшествие В котором только чудом никто не пострадал Столкновение «Газели» и «Камаза» случилось на светофоре В районе перекрестка улиц Шевской и Войкова Перед светофором встала машина Я резко тормознул Меня заблокировала, она заглохла, рулевой потерял Машину понесло, она в бровку ударилась и развернула, прижала «Газель» Смотрим «Камаз» У него колеса юзом стали Его вот так вот боком начало поворачивать И на нас прямо навстречу, и на нас потащила А нам что, деваться некуда? Дорога узкая Вот, ну мы уже поняли, что он в нас врежется Камаз, потеряв управление, становится смертельно опасен Для того, кто окажется на его пути Потому людям, находившимся в кабине «Газели», просто повезло Удар кузовом «Камского грузовика» пришелся вскользь Выбраться из разбитой машины водителю и пассажиру микроавтобуса Удалось только через окно Любопытно, что неделю назад «Газель» была заново покрашена И с тех пор у владельцев машины начались неприятности Буквально три дня назад в нее влетела легковая «Иномарка» А прошедшей ночью уже «Камаз» В 15 минут второго на улице Бесердской автомобилем «Тойота» были сбиты сразу две девушки По словам водителя «Иномарки» они стояли прямо на дороге Вероятно, в надежде поймать такси Увидеть две женские фигуры на проезжей части автомобилист не смог Фары, двигавшиеся навстречу машины, ослепили его Затормозить на скользкой дороге в самый последний момент оказалось делом невозможным В результате девушки оказались под колесами Причем одна из них ударилась головой о лобовое стекло В 24 горбольницу ее доставили без сознания, в тяжелом состоянии, со сложной черепно-мозговой травмой Личность этой девушки на месте происшествия установить не удалось Известно только, что ей 19 лет Второй пострадавшей досталось меньше Она госпитализирована с переломом ноги и множественными ушибами По словам инспекторов ГИБДД, на этом участке улицы Бесердской происходит множество ДТП В которых страдают как пешеходы, так и автомобилисты Главная причина аварии – недостаточное освещение улицы и отсутствие светофора Около 4 часов утра на улице Пехотинцев неизвестные подожгли дверь в квартиру доцента Уральского государственного университета Причем все экстренные службы, выезжая на место происшествия, считали, что отправляются ликвидировать последствия взрыва газа К дому номер 10 оперативно выехали милиция, скорая помощь и 4 экипажа пожарной охраны Под руководством оперативного дежурного УГПС по Екатеринбургу и Свердловской области Дело в том, что поджог сопровождался достаточно громким хлопком и чувствовался запах газа Проснувшиеся хозяева квартиры увидели языки пламени на собственной входной двери Взрыв или хлопок разбудил почти всех в подъезде, который сразу же заполнился дымом Покинуть квартиры всем, кто живет выше третьего этажа, оказалось невозможно Хозяева квартиры Иванченко не могли самостоятельно справиться с огнем У них не получалось открыть горящие двери, которые пришлось сломать прибывшим пожарным Сергей Николаевич преподает в Уральском госуниверситете Не исключено, что поджог двери его квартиры проделки студентов, у которых, как известно, зимой случается сессия Каким именно образом произошло возгорание, определит следствие Но пожарные склоняются к тому, что, скорее всего, кто-то применил для поджога армейский взрыв-пакет В пять часов утра на улице Софьи Ковалевской были вызваны скорая помощь и милиция Некто сообщил, что в оздоровительном центре, который расположен в шестом доме по этой улице, находится тяжело раненый ножом человек Оперативно прибыв по вызову, врачи с милиционерами застали на месте происшествия пьяного хулигана Он представился Сергеем Наилевичем Ганихиным, директором коммерческой структуры, название которой отказался сообщить В три часа ночи он решил расслабиться в бане с товарищем Спустя два часа, будучи нетрезвым, он отказался платить по счету, ссылаясь на отсутствие средств Охрана предложила Ганихину оставить что-нибудь в залог, а счет оплатить позже В ответ Сергей Наилевич стал звонить по всем известным ему телефонным номерам и сообщать о серьезном происшествии на Ковалевской 6 Экстренные службы обязаны отрабатывать все вызовы, даже ложные, как произошло в этом случае Удивительно, но пьяный телефонный хулиган не испытывал ни малейших угрызений совести Мало того, утверждал, что его насильно лишали свободы, грубил и сквернословил Он угрожал охранникам и милиционерам, обещая всех поставить на место В итоге Ганихин оказался за решеткой Кировского РОВД, откуда его припроводят в метвотрезвитель В этой истории, пожалуй, самое главное не пьяный дебошир, а потраченное в пустое время оперативных служб Помощь которых может понадобиться любому из нас Автомобиль является источником повышенной опасности, особенно если это автомобиль отечественного производителя Высокая цена, увы, не гарантирует качество и надежности Сегодня на улице Селькоровской около пяти часов вечера в результате замыкания электропроводки загорелся ВАЗ-2106 В салоне находилось три человека Во время движения автомобиля неожиданно раздался хлопок, после этого из-под капота вырвалось пламя Николай Третьяков вместе с приятелями выскочили из машины, схватили огнетушитель и попытались справиться с огнем Их усилия оказались тщетными, несмотря на помощь находившихся рядом людей Вспышка под капотом, пламя сразу же Выскочили, попытались потушить, вызвали пожарную, ничего не успели, ничего Это результат весь Травмы ожогов удалось избежать, а вот автомобиль не подлежит восстановлению За считанные секунды полностью выгорел салон машины и часть кузова Произошедший случай не единственный В связи с этим мы напоминаем водителям Почаще заглядывайте под капот своего автомобиля и проверяйте электропроводку За минувшие сутки на территории области зарегистрировано 254 преступления Раскрыто 160 Зафиксировано 3 убийства Сотрудниками милиции задержано 6 преступников, находившихся в розыске Произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 18 человек, в том числе 2 ребенка Зарегистрировано 20 пожаров В огне погибло 3 человека, 14 удалось спасти Информация предоставлена пресс-службами ГУВД, УГПС и ГУРГИБДД Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»